У нас в республике зарегистрировано 207 общин коренных младшественных народностей Севера на 1 января 2022 года. Общины у нас представлены всеми пяти народами, которые живут на территории республики и распространяются с юга, с южных районов, это с Ниренгринского района, и на север. Основная масса общин расположена в арктической зоне. Есть у нас в южных районах Ниренгринский и Алданский районы, у нас там где-то общин 40, но остальная масса в южных районах, в северных районах республики. Если сказать, чем занимаются, занимаются всеми видами традиционной хозяйственной деятельности, но в основном они занимаются оленеводством, охотой, рыболовством. Есть община, которая занимается ремеслами и культурными направлениями, языками, культурными направлениями. Оленеводством у нас занимаются очень многие. Это, опять же, южные и северные, восточные общины нашей республики. Общины вообще, когда у нас проходил первый съезд в 2012 году, на территории республики их было всего 91 единица, а сегодня уже 207. Идет увеличение количества созданий общин. Мы считаем, что люди создают свою общину, народы, коренные народы создают общину для сохранения себя, своих народов, языка, культуры, традиций, чтобы чувствовать себя народом. Для этого создаются, во-первых, во-вторых, уже вторая часть – это финансовая часть, в части которой у нас и в сельской местности, далеко от, скажем так, от цивилизации. Они создают рабочие места, создают места для получения доходов, своих семейных доходов и проживания на отдаленных территориях. Поэтому сами общины, они в данном случае вот так вот востребованы. Общины на сегодняшний день имеют определенные проблемы. В чем? Общины у нас создавались на территории России, первые у нас на территории республики. Это в начале 90-х годов, в 91-м, 92-е годы. Это самые первые общины. Вот 30 лет прошло, и когда федеральный закон о общинах был принят с 2010 года, и у нас пошла регистрация общин по федеральному законодательству, и в 2010-х годах у нас пошли по федеральным законам о животном мире, об охоте, распределении, без аукциона, конкурса, охотничьих угодий, очень многие получили охотничьих угодий, без всяких конкурсов. Позже через республиканский бюджет, за счет республиканского бюджета были проведены межевые работы, кадастры работы по землям. В связи с этим на сегодняшний день вновь создаваемые общины испытывают определенные трудности в регистрации получения земель и охотничьих угодий, потому что на сегодняшний день это проходит по аукционам, а в аукционах мы не можем участвовать. Почему? Потому что аукционы – это… Нет, мы можем участвовать, но выиграть, получить для себя – это не факт, потому что аукционы проводятся по всей территории России, кто захочет, кто может, все могут участвовать. Поэтому, скажем так, есть претенденты, когда выставляются одни, а выигрывают другие. Есть такие претенденты. Вот, в этом есть проблема. Кроме этого, проблема есть у нас в части ведения оленеводства. Ведение оленеводства оленепастбища, как мы уже говорили, получение оленепастбища, и в части, вот, как мы считаем, что нету федерального закона об оленеводстве. Но на сегодняшний день этот момент сдвинулся с места. Федеральный закон, проект федерального закона об оленеводстве инициирован ассоциацией федеральной нашей, и на сегодняшний день данный федеральный закон продвигается, проходит согласование в Министерстве сельского хозяйства России. И мы думаем, что Государство дома поддержит и утвердит данный закон. Это по оленеводству. По оленеводству у нас есть проблема в части, в части того, что, опять же, в свое время было, был, опять же, быстро прошел аукцион-конкурс на рыболовные участки, но на сегодняшний день тех рыболовных участков необходимо провести научное обоснование, чтобы взять эти рыболовные участки на реках, на озерах, чтобы их провести в аукцион. В этом загвоздка, и вот мы все тоже в ожидании, когда все это закончится и выйдет на аукцион. Конечно, что по охоте, по оленям, земельным участкам, по рыболовным участкам все это будет проходить через аукцион. У нас есть опасения, что мы не сможем чисто финансово противостоять. Но мы готовы, мы стараемся, к этому идем. И в то же время просим федеральной власти о том, чтобы были какие-то преференции для нас в части охотничьих, погодий рыболовный и так далее. Потому что мы не сможем, имея своих оленей и так далее, все имея, конкурировать с теми, у кого есть большие финансы.